Всем привет! В этом видео вы снова услышите три притчи, которые безусловно вам запомнятся. Может именно они помогут кардинально изменить ваши взгляды на те или иные ситуации в вашей жизни. Инстардинг представляет притчи, которые изменят вашу жизнь. Вторая часть. Чашка кофе. Группа выпускников престижного вуза, успешных, сделавших замечательную карьеру, пришли в гости к своему старому профессору. Во время визита разговор зашел о работе. Выпускники жаловались на многочисленные трудности и жизненные проблемы. Предложив своим гостям кофе, профессор пошел на кухню и вернулся с кофейником и подносом, уставленным самыми разными чашками – фарфоровыми, стеклянными, пластиковыми, хрустальными. Одни были простые, другие – дорогие. Когда выпускники разобрали чашки, профессор сказал, «Обратите внимание, что все красивые чашки разобрали, тогда как простые и дешевые остались». И хотя это нормально для вас, хотеть только лучшее для себя, но это и есть источник ваших проблем и стрессов. Поймите, что чашка сама по себе не делает кофе лучше. Чаще всего она просто дороже, но иногда даже скрывает то, что мы пьем. В действительности все, что вы хотели, было просто кофе, а не чашка. Но вы сознательно выбрали лучшие чашки, а затем разглядывали, кому какая чашка досталась. А теперь подумайте, жизнь – это кофе, а работа, деньги, положение общества – это чашки. Это всего лишь инструменты для поддержания и содержания жизни. То, какую чашку мы имеем, не определяет и не меняет качество нашей жизни. Иногда, концентрируясь только на чашке, мы забываем насладиться вкусом самого кофе. И наиболее счастливые люди – это не те, которые имеют все самое лучшее, а те, которые извлекают все самое лучшее из того, что имеют. Стакан воды. В начале урока профессор поднял стакан с небольшим количеством воды. Он держал этот стакан, пока все студенты не обратили на него внимания, а затем спросил, сколько, по-вашему, весит этот стакан? 50 грамм? 100 грамм? 125 грамм? Предполагали студенты. Я и сам не знаю, продолжил профессор. Чтобы узнать это, нужно будет его взвесить. Но вопрос в другом. Что будет, если я подержу так стакан в течение нескольких минут? Ничего, ответили студенты. Хорошо. А что будет, если я подержу этот стакан в течение часа? Снова спросил профессор. У вас заболит рука? Ответил один из студентов. Так. А что будет, если я таким образом продержу стакан целый день? Ваша рука окаменеет, вы почувствуете сильное напряжение в мышцах, и даже вам может парализовать руку, и придется отправить вас в больницу, сказал студент под всеобщий смех аудитории. Очень хорошо. Невозмутимо продолжал профессор. Однако изменится ли вес стакана в течение этого времени? Нет, был ответ. Тогда откуда появилась боль в плече и напряжение в мышцах? Студенты были удивлены и обескуражены. Что мне нужно сделать, чтобы избавиться от боли? Спросил профессор. Опустить стакан? Последовал ответ из аудитории. Вот! Воскликнул профессор. Точно так же происходит и с жизненными неудачами. Будете держать их в голове несколько минут? Это нормально. Будете думать о них много времени? Начнете испытывать боль. А если будете продолжать думать об этом долгое продолжительное время, то это начнет парализовывать вас. То есть вы не сможете ничем другим заниматься. Важно обдумать ситуацию и сделать выводы. Но еще важнее отпустить эту неудачу от себя в конце каждого дня, перед тем, как вы идете спать. И таким образом вы без напряжения каждое утро сможете просыпаться свежими, бодрыми и готовыми справиться с новыми жизненными ситуациями. Морковь, яйцо и кофе Однажды к отцу пришла дочь, молодая женщина, и с грустью сказала, «Папа, я так устала от всего! У меня постоянные трудности на работе и в личной жизни. Уже просто нет сил. Как справляться со всем этим?» Отец отвечает, «Давай я тебе покажу». Он ставит на плиту три кастрюли с водой и приносит морковь, яйцо и кофе. Опускает каждый ингредиент в отдельную кастрюлю. Через несколько минут выключает плиту и спрашивает дочь, «Что стало с ними?» «Ну, морковь и яйцо сварились, а кофе растворился», отвечает девушка. «Правильно», — говорит отец, «но если мы посмотрим глубже, то окажется, что морковь, которая была твердой, после кипятка стала мягкой и податливой. Яйцо, которое раньше было хрупким и жидким, стало твердым. Внешне они остались такими же, но внутренне изменились под воздействием одинаковой враждебной среды — кипятка». То же происходит и с людьми. Сильные внешне люди могут расклеиться и стать слабаками там, где хрупкие и нежные лишь затвердеют и окрепнут. «А как же кофе?» — удивленно спросила она. «О, кофе — это самое интересное. Он полностью растворился в агрессивной среде и изменил ее, превратил кипяток в чудесный ароматный напиток. Есть люди, которых не могут изменить обстоятельства. Они сами изменяют их и превращают в нечто новое, извлекая для себя пользу и знания из любой ситуации. Кем стать в трудной ситуации — выбор каждого». Спасибо за просмотр! Если вам понравилась данная рубрика, поделитесь этим видео с друзьями, подпишитесь на наш канал «Инстардинг» и обязательно поставьте лайк. Всем пока! Субтитры делал DimaTorzok